Цветочная эйфория в этом году захватила жителей микрорайона Лоста. На конкурс «Цветущий город» они выслали несколько десятков заявок в разных номинациях. Клумбы и цветники создавали вместе взрослые и дети. С участниками их работами знакомилась Александра Шер. Мы участвовали в номинации «Цветущий двор», но еще пообсуждали с жильцами двора и решили поучаствовать в номинации «Лучший цветник». Но я думаю, цветочный кадр тоже пойдет. Аппетит приходит во время еды. Чем больше заявок на конкурс, тем больше шансов на победу, уверены жители Лосты. Причем стараются для общего дела не только авторы работ, но и другие жители дома. Наталья Крылова с гордостью рассказывает конкурсной комиссии о трудах соседки и участницы «Цветущего города» Валентины Невзоровой. На ее клумбе – изумительные астры, георгины и очаровательные ромашки. Глаз радует, цветы красивые, вы понимаете. Очень ведь красиво. Все идут, любуются. Это не единственный двор в Лосте, где жители так активно подключились к цветочному марафону. Больше других здесь популярна номинация «Цветочный кадр». Но это только начало, уверены активисты микрорайона. Тем более, что главный результат – это не только радующий глаз клумбы. Все общие дела, они объединяют людей, играют на то, чтобы было взаимопонимание, дружба. И это, в общем-то, самый главный итог участия в любом конкурсе. И дети с самого юного возраста учатся следить за своим двором. В семье Бычковых, например, за клумбой около дома номер 23 по улице Профсоюзной, вместе с родителями ухаживают и три брата. Младшему всего 8 лет. А вот самой почетной участницей конкурса по праву может считаться Мария Харитоновна Чунятова из дома номер 17 по улице Профсоюзной. Вышла на улицу, посмотрела. Если зарастает, пропалываю, полью. Но я люблю, я не чувствую тяжести. Удивляются работоспособности 90-летней Волокжанки и ее соседи и комиссия конкурса. Это достойный пример для молодежи. Мне кажется, что еще нужно отметить, надо вводить новую номинацию. Самые стойкие, самые заслуженные ветераны цветоводства. Предложение наверняка будет учтено в следующем году, ведь в этом сезоне прием заявок уже завершен. Больше всего их в номинациях «Лучшая цветочная клумба» и «Лучший цветочный кадр». Всего же на конкурс подано более 600 заявок. Теперь задача комиссии – выбрать победителей. Итоги станут известны 18 сентября.